Ущерб от вооруженного вторжения в Кыргызстан составил 3 миллиарда 130 миллионов сумм. Об этом на заседании парламента сообщил председатель Кабинета министров Аклбек Джапаров. По его словам, это предварительная цифра, которую озвучила комиссия. Аклбек Джапаров напомнил, что в результате вооруженного вторжения Таджикистана от ранений погибли 63 человека. 12 погибли в ДТП, 206 ранены, 661 жилой дом пострадал, из них 423 не подлежат восстановлению. Также пострадали 11 административных стратегических объектов, 27 социальных объектов, 335 сараев, 197 объектов для жизнеобеспечения населения и 61 машина и один мост. Министр обороны Бактабек Бекбулутов на пресс-конференции сообщил о том, что на встрече с генсеком Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Засем предложил для урегулирования конфликта выставить на Кыргызско-Таджикской границе миротворческий контингент сил ОДКБ. Также Бекбулутов раскритиковал тех, кто пытается раскачать ситуацию вокруг соглашения по делимитации отдельных участков Кыргызско-Узбекской границы. По его словам, руководство страны пытается наладить отношения с соседями и решить вопрос со спорными участками границ. Сейчас все вопросы делимитации госкраницы прекрасно решаются с Узбекистаном. Мы только выигрываем от этого. И тут внутри нашего общества начинается дерготня. Нам сейчас на границе с Узбекистаном абсолютно не нужна дестабилизация, отметил министр. Министерство энергетики передислоцирует в Джалабад. Об этом на заседании парламента сообщил председатель кабинета министров Аклбек Джапаров. По его словам, переезд ведомства планируется в 2023 году. ОАО «Электрические станции» будет находиться в Каракуле. Будем строить Камбарату-1. Минэнергетики планируется перевезти в Джалабад, сказал Аклбек Джапаров. Объем воды в Токтагульском водохранилище на 19 октября составил 13 миллиардов 696 миллионов кубометров. Как сообщили в ОАО «Электрические станции», среднесуточный приток воды составил 238 кубометров в секунду, расход – 293. В прошлом году в этот день объем воды составлял 12 миллиардов 190 миллионов кубометров. Приток составлял 229 кубов и расход – 386. Напомню, в Кыргызстане продолжается маловодный период. Нацэнергохолдинг рекомендовал гражданам рационально пользоваться электроэнергией. Сегодня президент Сады Джапаров принял участие в церемонии открытия спортивного зала для женской сборной по борьбе. Построен он на территории спортивного комплекса Джаштыха в Бишкеке. Средство было начато в апреле текущего года. «В истории Кыргызстана женская борьба берет свое начало с 2000-х годов. Раньше из-за отсутствия спортзала девочки тренировались вместе с мальчиками в одном зале. Теперь для девочек мы построили отдельный зал. Вспомним исторические образы кыргызских героинь, таких как умница Каныкей, красавица Айчурек, великие девушки Баатыры Джанил Мирза и Кыс Сайкал. На сегодня девушки-борцы являются такими же смелыми, мужественными и отважными дочерьми, как упомянутые выше девушки Баатыры, которыми гордится кыргызский народ. Благодаря Айсулу, Мейрим, Айпери, женская борьба становится популярным видом спорта во всех уголках Кыргызстана. Отрадно, что число девушек, занимающихся этим видом спорта, растет в каждой области и районе страны». Спортивный зал будет способствовать не только развитию спорта, но и повысит интерес к здоровому образу жизни среди всего населения. «Сегодня у нас появилась большая возможность. И для девочек это большая радость. И для молодых девчонок тоже большая радость, потому что у нас на сегодняшний день есть центр борьбы по женской борьбе». Спортивный комплекс состоит из четырех этажей, один из которых «Цокольный». В здании предусмотрены все современные требования для тренировки спортсменов. «Спорткомплекс рассчитан для тренировки, проживания, медико-восстановительной процедуры наших девочек сборных Кыргызстана по борьбе. Вы прекрасно знаете, наши девочки в истории крыгызского спорта значимую большую лепту, большие успехи. И вот лично при участии и указании нашего президента был комплекс построен». В последние годы кыргызстанские спортсмены достойно защищают честь нашей страны на республиканских и международных соревнованиях. В настоящее время развитию спортивной инфраструктуры со стороны государства уделяется большое внимание. «Вы представляете, на протяжении, вот я в женской борьбе нахожусь 12 лет, и на протяжении у нас личного зала не было. Мне очень не терпится, можно сказать, начать тренировку, а также совместно, чтобы мы тоже могли приглашать наших друзей за границей, которые очень хотели бы до сегодняшнего дня хотят с нами потренироваться». Площадь нового зала – 1875 квадратных метров. Стоимость проекта 98 миллионов 677 тысяч сомов. Деньги выделены из государственного бюджета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова